В России появится закон о такси. Согласно разрабатываемому законопроекту, разрешение на осуществление перевозок смогут получать не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане. Как сообщает РБК, водитель должен будет пройти аттестацию на знание улично-дорожной сети региона, а также проходить предрейсовый и послерейсовый медосмотр. При этом службы заказа такси будут нести солидарную ответственность за действия перевозчиков. В Татарстане более 2,5% взятых в этом году проб бензина и дистоплива были признаны некачественными. Об этом заявил руководитель Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов Роберт Гелезиев. Всего с начала года специалисты протестировали почти 2000 образцов топлива со всей республики. Большинство нарушений обнаружено на АЗС небольших частных фирм и индивидуальных предпринимателей. Почти на 12% планируется увеличить планы по воду жилья в Татарстане. В будущем году строители должны сдать почти 3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ республики Ирик Файзулин. Увеличение объемов объясняется планами строить в России к 2024 году 120 миллионов квадратных метров ежегодно. Такие показатели обозначены в национальном проекте жилье и городская среда. Президент Татарстана запустил голосование по вопросу введения выходного дня во вторник, 31 декабря. Соответствующий пост появился на страницах Рустама Миниханова в социальных сетях. При этом он отметил, что если сделать 31 число днем отдыха, то придется выходить на работу в субботу, 28 декабря. Пока подавляющее большинство пользователей проголосовало за перенос рабочего дня с 31 на 28, президент обещал подумать. Жители России, перенесшие инфаркт и инсульт, будут получать лекарства бесплатно. Как заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, произойдет это уже в следующем году. При этом бесплатное обеспечение будет гарантировано в течение двух лет с момента происшествия. По медицинской статистике, инсульт или инфаркт в течение года повторяется у каждого третьего, не принимающего так называемую вторичную профилактику. Более 141 миллиарда рублей требует взыскать с бывшего руководства Татфонбанка агентство по страхованию вкладов. Соответствующее заявление АСВ подало в арбитражный суд Татарстана. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, ответчиками числится экс-председатель правления банка Роберт Мусин и его бывшие заместители Вадим Мерзляков, Сергей Мещанов, Ильдус Менгазиддинов и еще семь человек. В набережных Челнах объявлен конкурс на название для строящегося в 29-м комплексе бассейна. Его инициатором стала спортивная школа «Дельфин». По словам ее специалистов, на именованиях приветствуется морская тематика. Свои варианты можно присылать до 25 декабря по WhatsApp на номер 8 904 676 08 16. Субтитры создавал DimaTorzok